Микс Ньюс. Сегодня в нашей студии начальник управления кладбищами Риги Игорь Свиницкий. Здравствуйте. Доброе утро. Вот тема может быть действительно такая особая щекотливая. Всегда вот она как-то чем-то покрыта сакральным. И с одной стороны кладбищ, ведь в Риге довольно много, в том числе закрытых я имею ввиду. 21, я знаю, по статистике, и это огромное, да? Всего 21 кладбище, которое обслуживает именно город, это муниципальные кладбища. Помимо этого есть еще и другие кладбища в городе. Среди них всего два закрытых кладбища, остальные кладбища или открытые, или полузакрытые, где происходят захоронения. Ну вот рано или поздно, конечно, мы все сталкиваемся вот с этой проблемой. Ну и культура ухода за останками предков, это тоже, ну в общем-то, в каждом народе очень своеобразная и уходит корнями в прошлое. Но я вот читал статистику, что 450 гектаров занимают, ну это вот только вот эти, получается, 21 кладбище, принадлежащее самоуправлению. И вот насколько, ну скажем, вот это соседство, насколько город, например, вот расширяясь, захватывая территории кладбища, может соседствовать с этими территориями. Потому что я в детстве помню, когда строился Дом Конгресса, вот буквально рядом с нашей радиостанцией, там ведь тоже это была территория кладбища когда-то. И вот это часо, остатки часовни можно даже видеть и по сей день. И в моем детстве, я помню, ходили вот эти рассказы о том, что при рытье котлована, при строительстве Дома Конгрессов, очень много находили захоронений. Там дети даже таскали чуть ли не черепа, там какие-то кости домой, как игрушки. Да, действительно так и есть. Надо сказать, что кладбище – это достаточно большие территории, как вы сказали, 450 гектаров. Это зеленые территории города, это в основном лесные массивы. Да, если брать самое большое кладбище, Янцемское, занимает только одно кладбище 150 гектаров. Конечно, со временем кладбище довольно старое, особенно центральные кладбища. Границы этих кладбищ менялись, мы все знаем, что недавно при реконструкции Брасовского моста тоже были найдены захоронения, которые были уже не на территории кладбища, а рядом с мостом. Многим кладбищам, допустим, таким, как Миткеля кладбище, в ближайшее время будет уже 150 лет с момента, когда начали проводиться первые захоронения. Первое лесное кладбище в 2013 году было 100 лет кладбищу. Да, многие кладбища достаточно старые и являются уже неотъемленной частью территории города, зеленых зон. А как это происходит? То есть понятно, что через какое-то время за могилой ухаживают какое-то время наследники, а затем и сами наследники уже уходят из жизни. Если мы помним еще могилы бабушек и дедушек, то прабабушек, прадедушек уже эти следы теряются. Что дальше происходит с этими захоронениями? Когда вот эта граница, когда это, например, перестает быть могилой, а становится, может быть, парком, местом культурного отдыха? Ну, два кладбища в Риге, это кладбище Торникалнса и Мартыня, это закрытый кладбищ, всего три закрытых кладбища, еще есть одно небольшое кладбище Капсила, но там практически не происходит захоронения, очень мало мест, где есть родственники, но очень много известных людей похоронено, очень много историй с точки зрения истории ценных памятников и вопрос времени, когда это станет уже больше, наверное, парковой зоной, чем кладбищами. Также примеры, это большие кладбища, которые находятся на улице Клус, угол им. Да, там это уже стало кладбище парковой зоной. Если говорить о центральных кладбищах, больших кладбищах, то даже там есть проблема, что есть очень много заброшенных могил, за которыми уже никто не ухаживает, может быть, не осталось родственников или люди просто уехали в другие страны. Правила Рижской Думы предусматривает, что каждый год специально созданная комиссия делает обследование этих мест, да, и три года подряд эти места составляются акты, отмечаются, эта информация публикуется в «Латвии с Вестнисис», и происходит процесс актирования, и эти места, если не появляются владельцы или родственники, которые заключают договора, в принципе, предоставляются под новые захоронения, могут предоставляться. А эти договора нужно заключать кому? Вот может ли какой-то дальний родственник там, ну вот это обязательно нужно доказывать родственные связи, или это могут быть просто люди, ну скажем, активисты, которые, ну знаю, что здесь захоронен какой-то известный, знаменитый человек, и они не хотели бы, чтобы эта могила, ну, оказалась полностью утраченной? Ну, заключение договоров возможно только с родственниками, но никто не запрещает ухаживать за местами, если место будет ухожено, это не будет основанием для актирования этих мест. Ну, то есть эти активисты могут сделать так, чтобы, если это будет ухожено могилам, предположим, ну, какое-то известное там… Да, оно сохранится так долго, как оно будет ухоженным, и кто-то будет присматривать хотя бы раз в год, приводить в порядок местное захоронение. Ну вот скажите, пожалуйста, насчет ухода, вот есть люди, которые становятся, например, ну, в силу возраста тяжело приезжать, ухаживать за могилами, могут ли они, ну, договариваться о том, чтобы, ну, скажем, администрация кладбища, ну, выполняла эти работы, и там уборка листьев, там какие-то еще, заказы цветов, например, чтобы положить на могилу. Да, эта услуга самоуправление не предоставляет, хотя мое личное мнение, это, в принципе, было бы правильно, даже во многих других случаях, например, когда люди эмигрируют, они находятся за границей, нет возможности, это может быть и не Европа, Австралия, Канада, США, которые не могут доверить, допустим, эту услугу каким-то частным компаниям, у них нет уверенности, что это будет производиться, и, конечно, бы хотели заключить договора на такой вид услуг самоуправления, но, к сожалению, что касается обслуживания, уход за могилами, это достаточно очень много предпринимателей, которые этим занимаются, и было бы неправильно, если бы самоуправление вмешивалось в коммерческую деятельность, и это не является функцией самоуправления, предоставлять такого рода услуги. Но есть достаточно большое количество каких-то частных компаний, которые предлагают такого рода услуги. Да, обычно на каждом кладбище есть кто-то, кто предоставляет такого рода услуги. А если мы говорим о культуре кладбища, мы все помним эту довольно известную историю, когда даже проведение трамвайных линий по территории кладбища вызвало очень негативную реакцию общества. Вот насколько, что можно делать, что нельзя делать на кладбище? Опять-таки, совсем недавно была попытка организовать какую-то художественную выставку, перформанс, да, вот, и это, я понимаю, не было согласовано, и вот можно ли, например, размещать там какие-то, устраивать чуть ли не барбекю, там, не знаю, музыкальные представления, выставки, перформансы, вот, что можно и что нельзя делать? Ну, правило Реческой Думы предусматривает, соответственно, то, что можно и что нет, но в любом случае, если какие-то мероприятия кто-то хочет проводить, это, конечно, надо согласовывать в первую очередь с управлением кладбища. То есть с вами? Да, конечно. Тогда управление кладбища оценивает, как это повлияет, допустим, на посетителей кладбища, не будет ли это мешать каким-то захоронениям, каким-то церемониям, оценит, и тогда, конечно, даст или разрешение, или запретит такие мероприятия. Ну, если говорить конкретно про фото-выставку Элины Семены, вот насколько такого рода культурные мероприятия, которые не связаны, но вот я понимаю, что если это, например, столетие смерти какого-то человека, может быть, есть желание организовать на кладбище какую-то, не знаю, серию фотографий, чтобы рассказать о его жизни? Да, если это, конечно, связано с какими-то историческими событиями, почтить память каких-то людей, мы всегда это разрешаем, идём навстречу, очень часто получаем много заявлений на проведение различных мероприятий, очень часто проходят съёмки фильмов разных передач, и, ну, вот, конечно, надо оценивать, какие мероприятия есть. Культура насчёт кладбищ в Латвии достаточно, ну, такая чувствительная для многих людей, и, конечно, все мероприятия невозможно разрешить. Вы упомянули съёмки фильмов. Действительно, вот насколько, не знаю, для кино, для телевизионных, может быть, каких-то проектов, вот если по сценарию там, ну, происходят сцены или похорон, или, например, вот герой приходит на кладбище какой-то могиле, вот как это решается, поскольку для этого создаётся ли какое-то, ну, вот, искусственное, ну, вот, фальшивое, условно говоря, захоронение, или вообще, возможно, какой-то заброшенной могиле, то есть, ну, вот, поскольку это же будет, ну, как бы не очень этично. Да, конечно, мы против, чтобы это какие-то были кадры каких-то захоронений, или если параллельно какие-то мероприятия проходят, но обычно по сценарию нас просят конкретные места, где мы согласовываем это, смотрим, выбираем время, чтобы это было удобно и для управления кладбищ, и для тех, кто организует это мероприятие. И, в принципе, эти мероприятия проходят регулярно, два-три раза в год, и никаких проблем никогда с этим не было. Насколько все-таки, ну, вот, я понимаю, что многих, возможно, волнует стоимость ваших услуг, и я, кстати, обращаюсь к нашим слушателям, если есть вопросы, а у нас сегодня в студии начальник управления кладбищем Риги Игорь Свиницкий, и вы можете звонить 67212-9399, 67213-9399, задавать ваши вопросы письменно, присылать их на WhatsApp по номеру 2-300-6191. Вот, все-таки, сколько стоит, потому что, ну, вот, может быть, для... меняются эти правила, сколько стоят услуги, вот, например, захоронить человека, и вот, есть ли какие-то необходимости потом платить за услуги кладбища? Все места на кладбищах предоставляются бесплатно. Это было решение суда Сатверсмэс в прошлом году отменить плату за предоставление мест, но параллельно управление кладбища занимается копкой могилы, предоставлением услуг, связанных с захоронениями. В среднем расценки от 100 до 150 евро, в зависимости от выбранных услуг, предоставляемых услуг за захоронение. Потому что вот была информация о том, что есть услуга уборка территории кладбища, необходимая для похорон, которая там стоила, ну, вот, в каком-то конкретном случае 35-49. Вот что это значит, уборка? То есть это имеется в виду копкой могилы? Ну, в общем, надо понимать, что, во-первых, управление кладбища, нету никакой прибыли. Все деньги, которые получаются за услуги, уходят на содержание территории, инфраструктуры, строений. Поэтому это одноразовая плата. Надо сказать, что с каждым годом нагрузка на кладбище, с учетом того, что территория кладбищ увеличивается в среднем на несколько гектаров в год. Каждый год производится около 7 тысяч захоронений. В общем, и поэтому, ну, конечно, нагрузка на кладбище достаточно большая. И это даже не себестоимость этих услуг. Да, туда входит и вывоз мусора, и обеспечение мест, где можно брать воду, и пилка деревьев, ну, и многое. Это очистка дорог, и, соответственно, во время церемонии захоронения это тоже присутствует много людей. Место благоустраивается, и это такая плата, поэтому была введена. Скажите, учитывая, что действительно растет территория кладбища и необходимость за этими территориями присматриваться, насколько вот эта нагрузка возрастает, и хватает ли людей, хватает ли вот тех, кто работает в этой сфере, насколько это требует какой-то, может быть, специальной, ну, не знаю, подготовки, психологической подготовки, насколько вот эти люди отличаются? Конечно, да, вы правы. То количество людей, которые, это мое личное мнение, которое на данный момент работает, этого достаточно для обеспечения содержания в полном порядке всех кладбищ. Если мы думаем о каком-то долгосрочном развитии, о реализации каких-то проектов, ну, конечно, было бы неплохо привлекать дополнительно специалистов, которые бы помогли реализовывать какие-то проекты. Если вот мы говорим о художественной стороне оформления кладбищ, есть ли здесь какие-то, не знаю, ограничения, не ограничения, но вот, например, кто-то хочет поставить памятник, есть ли какие-то ограничения, не знаю, в размерах, не будет ли этот памятник заслонять или мешать подходу к другим могилам? Ну, вот эти все моменты. Нет, ограничений нету. Этим занимается достаточно много коммерсантов, деятельность которой тоже так же контролирует управление кладбищ. Эти работы обычно согласуются с управлением кладбищ. Главное, наверное, условие – это чтобы, благоустраивая место захоронения, не увеличивались границы этого места захоронения, не портились соседние какие-то благоустройства. И, ну, с этим никогда тоже проблем не было. Таких конкретных каких-то ограничений нет. Но вот гуляя, например, по кладбищам, посещая кладбище, видно, что очень разные по художественному решению. Кто-то засыпает, например, песком какого-то определенного цвета, у некоторых гранитные камни, мелкие камушки выкладывают. Насколько здесь, ну, вот, например, что вот можно посоветовать людям для того, чтобы могила выглядела ухоженной и, например, не требовала постоянного, если, ну, не еженедельного, например, ухода? Ну, управление кладбищ не занимается благоустройством, да, поэтому, ну, трудно что-то посоветовать. Наверное, правильнее было, если бы каждый человек сам выбирал, как он видит, как ему удобнее благоустроить своё семейное место. Единственное, хочу напомнить людям и обратить внимание на то, что благоустраивая место, да, очень часто люди, допустим, могут положить какие-то большие плиты, да, и при новых захоронениях это обязанность самого человека эти плиты убрать, чтобы было возможно произвести захоронение. То есть об этом тоже надо думать, благоустраивая, согласовывая какой-то проект по благоустройству. Я вас попрошу надеть наушники, у нас звонки. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, ваши вопросы в нашей студии начальника управления кладбища Мереги Игорь Свиницкий. Доброе утро. Я один, три года назад столкнулась, можно сказать, с такой проблемой, что около захоронения рядом ещё через одно вырос огромный клён. Он как бы рос, рос, никто на него не обращал, потом он разрос всё так, и практически наши все вот рядом места, соседей, постоянно засыпались этими листьями. Два захоронения как бы напротив никто не посещал. Я, ну, жалея, можно сказать, потому что свой труд, постоянно убирая место, которое принадлежит на моей семье, убирала эти два напротив. Потом я ходила в управление кладбища, это здесь на Саркандауговое дело происходило, попросила, чтобы вот как быть с этим клёном, потому что вот эти, которые не убирались с захоронения, это иногда ветра бывают сильные, это всё пластом поднималось и оказывалось на наших местах захоронения, вот принадлежащих этих участках. И практически там, можно сказать, вечные работы. В конце концов, было время, когда этот клён, ну, не этот, а вообще это растение, как бы дерево, клён пришло вот как незалес, понимаете? То есть его можно испилить, например, мне даже в лесу, да, ну, вот рядом, например, дачный участок, потому что это незалес. Вот я написала заявление, и я, правда, ну, честно говоря, три года ждала, его пометили такой ленточкой, ну, красной с белым, и что вот это вот дерево надо было спилить, но не мне. Да, его спилили. Я была очень благодарна, приходила и благодарила сотрудников кладбища. Но теперь в другом месте, и у меня тоже есть принадлежащее захоронение, участок этот там у других соседей, я смотрю, клён растёт. Хорошо, спасибо. Он в диаметре 10 сантиметров. Могу ли я сама, не прибегая к услугам кладбища, вот спилить это, можно сказать, я понял. Двухметровое растение. Так. Да, да, да. Могу сказать, что пилкой деревьев на территориях кладбищеской занимается управлением кладбищем. Каждый год мы делаем закупку на эту услугу. По правилам Режской думы сажать деревья без разрешения управления кладбищем запрещено. К сожалению, многие это делают, и когда дерево вырастает, возникает проблема, что делать дальше. А вот скажите, если вот это, ну, вот многие, например, сажают, вот какие-то туи, например, вот это тоже подпадает под это или нет? Туи есть разные, да, но мы говорим о больших деревьях, которые потом вырастают, могут поднимать и какие-то памятники, и, допустим, мешать проводить захоронение. Разрешение на пилку деревьев выдает стройинспекция, апстадемая инспекция в Бувалде. И если получено заявление от жителей с просьбой спилить дерево на кладбище, соответственно, управление кладбищ пишет и просит осмотреть это дерево и выдать разрешение на пилку этого дерева. Если дерево зелёное и здоровое, обычно мы получаем отказ. До 19 сантиметров диаметра можно, в принципе, деревья пилить без разрешения, но это будут делать, соответственно, управление кладбища, организовывать эту пилку, поэтому лучше всего, конечно, информировать или управляющего кладбища, или обращаться с заявлением в управление кладбищ. Спасибо. Ещё вот один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот в эту последнюю бурю на Ивановском кладбище упал большой вековой дуб. Знаете, наверное, ну не знаю, пять обхватов. Он упал, и большая территория под этими ветками. И, очевидно, сломаны памятники тоже. Вот это кто будет? Как это будет теперь? Спасибо. Как его убрать? И там очень много таких дубов. Может, их стоит потихонечку спиливать ветки? Спасибо. Я могу посоветовать обратиться к администрации Ивановского кладбища. Это кладбище обслуживает Гребенщиковская община. Рижская дума передала право на обслуживание этого кладбища. Но, говоря о последней буре, на территории городских кладбищ было повалено более 60 больших деревьев. Практически вчера были закончены все работы по спилке. И этих всех деревьев, да, были повалены большие деревья. Были также памятники сломаны. Но сейчас эти все работы закончились. Вам могу посоветовать обратиться, конечно, в администрацию Ивановского кладбища, чтобы решать эти вопросы. А если вдруг на месте, например, захоронения образовался муравейник, вот куда обращаться? Ну, вот, например, ну, мешает он самостоятельно, понятно, что мы не можем его убрать. Да, ну, к сожалению, управление кладбища в этом вопросе тоже не поможет. Да, это, во-первых, и не предусмотрено, и, наверное, запрещено в лесу. Поэтому ситуация, наверное, останется достаточно нерешенной. Если какие-то, вот, например, я знаю, что вот на лесном кладбище, где у меня, ну, вот, похоронен дедушка, там ряд могил, есть вот эта центральная аллея, где одинаковые совершенно вот памятники. И я, например, ну, когда обращался, мне сказали, что нельзя ставить ну, какой-то другой отличающийся, то есть здесь одинаковая архитектура. То есть вот за этим тоже следят. То есть если какие-то, ну, устоявшиеся, например, архитектурные уже ансамбли стоят в кладбище, то здесь нужно это всё согласовывать. И любые какие-то замены, например, ну, там памятника, если там обетшал тоже, чтобы он был в том же стиле. Да, я тут чуть-чуть, может, уточню. Вообще, в общем, сам владелец местного захоронения решает, какой памятник поставить. И если этот памятник не является в списке охраняемых памятников государства или города, то просто надо получить разрешение управления кладбищей, и можно эти все работы проводить. Может быть, вы имеете в виду ту аллею, которая главная аллея на первом лесном кладбище, которая ведёт к памятнику Яниса Чарсты. Да, там ситуация чуть-чуть другая. Там был проект по реконструкции этой всей аллеи, да, приведения в порядок, и частично перезахоронения, новые захоронения на этой аллее запрещены, поэтому там благоустройство и установка других памятников на данный момент запрещена. Но проект пока не реализован, и пока это всё в таком состоянии остаётся. Это только одно место на всех кладбищах города Регина. То есть на других эти правила не действуют? Да, даже на первом лесном кладбище, если мы берём другие сектора, то владелец места может по своему усмотрению проводить благоустройство на мест захоронения. Насколько возможно существует, понятно, какая-то престижность кладбища, это всегда там было во все времена, вот насколько возможно сейчас, например, выбирать место захоронения, и есть ли возможность на каких-то полузакрытых или закрытых, вот где есть ограничения, а где свободно можно захоронить? Есть закрытые кладбища, на которых можно захоранивать только урны, после кремации стандартные захоронения запрещены. Есть открытые кладбища, которых в Риге два, это кладбища Болдера и Яунсэмс, где места предоставляются под захоронение всем, если есть последнее место декларирования Рига, так как самоуправление занимается обслуживанием, такая норма в правилах есть. Говоря о полузакрытых кладбищах, там предоставление новых мест ограничено, так как территория, все-таки ресурс кладбищ уже почти исчерпан, и предоставление новых мест ограничено, введена норма, что новые места предоставляются только тогда, когда уже есть существующее место захоронения, в котором невозможно произвести захоронение, и тогда в таких случаях по возможности выдаются новые места на том же кладбище для захоронения. Продолжаются у нас звонки. Сделайте, пожалуйста, радио потише. Да, вы в эфире. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, сейчас в Реке существует две возможности. Захоронение как бы стандартное и кремация. А есть ли какие-то проекты насчет, например, криокремации и вот что-нибудь такое? Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Не совсем понял, что такое криокремация, но... Да, ну, скажу, что еще 15 лет назад количество кремаций по отношению к общему числу захоронения составляло меньше 5%. Это 2007-2008 год. И эта тенденция, конечно, все время увеличивается, меняется отношение общества к этому. Ресурс-кладбищ тоже не позволяет производить иногда захоронение. Сейчас эта цифра достигает 20% примерно от общего числа захоронений. 20% — это захоронение в урнах после кремации. Говоря вообще о процессе кремации, очень долгое время в Латвии существовало только одно место, где можно было кремировать. Это рижские крематории на улице Варуаню. И эта услуга начала только сейчас становиться популярной. Как я сказал, что сейчас эта цифра достигла 20%, поэтому, соответственно, и появляются какие-то другие возможности. Сейчас построен новый крематорий в Валмере, есть проекты по строительству новых. Я думаю, со временем, конечно, в зависимости от спроса общества, новые услуги будут, конечно, предлагаться. На данный момент такое не предлагается. Еще один звонок. Здравствуйте. Пожалуйста. Добрый день. Я хотел спросить о каком, если у меня есть бумага на место захоронения, я кем являюсь? Арендатором, собственником кокорса, кокорса, статус человека. Спасибо. То есть, вот человек, у которого есть могила, вот этот кусочек земли, что с ним? Это права, наверное, как правильно сказать, не собственности. Аренда, может быть, или как это сказать правильнее по-русски? Он не получает собственность, права на содержание места, которые дают человеку возможность, допустим, благоустраивать по своему усмотрению, захоранивать кого-то из родственников по своему усмотрению, и также передавать кому-то из родственников права на это захоронение. Ну, то есть, что можно, что нельзя, опять-таки, вот на этом тогда получаются участки, можно высаживать, нельзя сажать деревья, как мы уже выяснили, но можно, например, сажать кусты, можно сажать цветы. Это всё как бы можно ставить памятники, можно, например, гранитную там крошку там рассыпать, то есть, ну, это всё вот в право. Да, даже это невозможность, а в какой-то мере обязанность после захоронения через три месяца привести в порядок место захоронения через год благоустроить, поставить, посадить кусты, поставить памятник, это даже является одной из обязанностей владельца места. Вот с памятниками, например, тоже вопрос, насколько здесь вот этот размах, например, этих памятников, некоторых мы видим, что действительно там художественные прямо произведения где-то поскромнее. Вот есть ли какие-то, например, которые, памятники, которые могут стать, ну, и действительно какой-то определенной ценностью, куда, которые, начинают уже охранять государство. Да, есть список охраняемых памятников, в этом списке находится около 90 памятников, часть из них имеют свою историческую какую-то ценность, да, где-то похоронены известные люди, сами места захоронения являются объектом охраны, да, но этим занимается инспекция по защите памятников, да, это не функция самоуправления, и управление кладбищем этим не занимается. У нас на балансе есть только два объекта, которые, которые действительно, за которые отвечает управление кладбищем, это памятник первому президенту Янис Чакста и памятник Райнис. весь этот ансамбль, который управление кладбищ обслуживает. В 2014 году была реконструкция памятника Райниса, приведет в порядок то, что делает управление кладбищем. Еще один звонок, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Какая сейчас судьба? Раньше были охраняемые зоны, вот аллеи старых большевиков, там тщательно убиралось другие так сказать социалистические там аллеи, памятники, за ними кто-то ухаживает? Насчет аллеи большевиков мы уже упомянули, да, там есть свои правила, там есть места захоронения и родственникам есть возможность ухаживать параллельно это именно место, а также обслуживать с управлением кладбищ, насчет правил не буду повторяться, мы уже это обсуждали, есть, конечно, как я говорил, на балансе самоуправления архитектурные памятники, которые я уже упомянул, которые в управлении кладбища занимаются уходом и уборкой обслуживания территории. Еще одна очень интересная тема, это действительно уход может быть кладбищ в сеть, в интернет, поскольку сейчас есть большая база данных о захоронениях на территории Латвии и вот здесь вот насколько ваше участие в обработке этой информации, потому что я, например, заходя в эту базу могу действительно вижу своих родственников, там есть возможность ведь может быть даже для людей найти своих предков, которых они даже не знали, где они захоронены, для людей, которые хотели бы может быть из-за границы получить информацию о захоронениях. Да, мы очень много часто поступаем запросов по поиску родственников, говоря о этой базе данных, то она образовалась благодаря именно управлению кладбищ. Мы первые, кто начал об этом думать в Латвии. Мы сделали стратегию, как этот процесс организовать, объявили конкурс, и у нас сделана полностью инвентаризация семи из двадцати кладбищ города Риги, законченная, были созданы схемы карт, привязка мест захоронений, картирование полностью, сканирование всей архивной документации, фотофиксации. Это всё было привязано к конкретному месту захоронения. Эту базу мы до сих пор сами используем. Есть её публичная версия, где ограничен объём данных, все данные. И, соответственно, благодаря этому этот процесс распространился также в других самоуправлениях, и сейчас очень многие самоуправления предоставляют свои данные и поэтому эта база данных достаточно очень функциональна. Востребована она? Да, она востребована. Конечно, она, во-первых, бесплатна, она доступна для каждого, каждый может посмотреть, найти своих родственников. Если надо какая-то более подробная информация, ну, это, конечно, надо обращаться в самоуправление, где это кладбище находится, тогда можно получить более подробную информацию о захоронении. Насколько эта услуга платная или тоже бесплатная? Это всё бесплатно. Управление кладбища выдаёт и справки о захоронении, информацию абсолютно бесплатно, можно обращаться и позвонив по телефону, и прислав электронную почту, или просто приехав, мы эту информацию предоставляем по возможности, в зависимости, конечно, полного архива о захоронениях нету, к сожалению, некоторые года просто отсутствуют исторически, и вот этот процесс инвентаризации, он помог, конечно, восстановить эти данные, да, и один из приоритетов управления, это, конечно, закончить полную инвентаризацию на всех рижских кладбищах, но, к сожалению, расходы достаточно большие, это расходы на землемера, на сканирование информации, проверку, это приблизительно расходы составляет около тысячи евро за один гектар площади кладбища. То есть, пока непонятно, когда эта работа может быть закончена? Это зависит на данный момент, наверное, от приоритетов новой думы, какие у них приоритеты, мы, со своей стороны, у нас есть четкая визия, как этот процесс организовать, поэтому посмотрим, если нас поддержат, мы, конечно, у нас есть здание, и мы можем это все закончить. достаточно оперативно. Потому что я вижу, ну вот в этом проекте, например, невероятно интересная, ну какая-то историческая память, опять-таки, для людей это возможность найти, ну вот захоронение каких-то известных, знаменитых людей, которые что-то сделали для города, для страны, увековечить их, в том числе, вот, ну как бы, память, и в том числе узнать о своих предках, то есть, многие интересуются своим происхождением, вот генеалогическим древом, и вот здесь. Да, у нас еще один звонок, здравствуйте. Здравствуйте. Вот долгие годы управляющей Саркандаловским кладбищем было, к сожалению, улетела фамилия Галина. Недавно она ушла из жизни, назначен кто-нибудь вместо нее? Угу, спасибо. Да, конечно, у нас на каждом кладбище есть управляющий кладбище, кладбище Саркандалгово достаточно большое, управляющий ответственный за кладбище Саркандалгово и за Саркандалгово скал на капсайту, который находится недалеко. Да, конечно, контора работает каждый день со вторника до субботы включительно, с девяти до четырех можно обращаться за всей информацией. Да, еще, наверное, еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот, когда-то еще в шестое время захоронения, в 92-м году, вернее, было захоронение, вы давали какие-то бумажки, листки и все такое. А нельзя ли как-то удостоверение или как оно там обновить, чтобы было более-менее все эти листки теряются да, сейчас самое правильное, что я могу посоветовать, это, конечно, заключить договор на захоронение, да, это можно в конторе кладбища, на котором есть захоронение, да, и тогда будет подписан договор, и один экземпляр у вас будет. Каждый год мы заключаем огромное количество договоров, всего на данный момент заключено уже более 80 тысяч договоров был звонок, а, вот, человек перезванивает, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, я вообще-то не знала, что разговор идет о кладбище, и у меня один вопрос, у меня родители похоронены на кладбище лачупы, это первый, как при входе, очень много старых деревьев, у меня деревья прямо выходят на такие здоровенные, они могут, как говорится, ветра такие сильные, могут упасть и, как говорится, повредить мне памятники и все, что есть на могиле, вот скажите, пожалуйста, я обращалась к заведующей, она сказала, что это не в нашей компетенции, на лачупы, потому что это проверяет, понятно, извините, у нас просто время, сейчас, спасибо, у нас просто уже буквально одна минута осталась, ну, никогда нельзя понять, какое дерево может упасть, иногда сухие, аварийные деревья стоят, а падают совершенно зеленые деревья, ну, как я уже говорил, разрешение на пилку деревьев выдает не управление кладбищ, а стройинспекция, поэтому, если вы напишите заявление, мы перешелем его, и ответственные специалисты осмотрят это дерево и дадут свое решение, есть повод пилить это дерево, является ли она аварийным, или она является нормальным деревом, в зависимости от этого, тогда мы вам предоставим ответ. Спасибо большое, начальник управления кладбища Мериги Игорь Свиницкий сегодня был в нашей студии, спасибо вам.